Когда речь заходит о вейпе, ну только ленивый не пошутил, что курить, как они считают вейп, это все равно, что сосать хуй у робота. Причем я знаю одну тетку с терминальной стадией рака легких от курения, которая считает, что вейпы это еще вреднее. Но неважно. Соответственно, сосать электронные сигареты это как член у робота сосать, а обычные сигареты это как член у кого сосать. Есть такая интересная история из начала 20 века. Вплоть до 20-х годов прошлого века курить женщинам считалось зазорным. Это был удел падших женщин, то есть всяких проституток там и тому подобных асоциальных элементов типа. Во многих американских штатах был запрет на курение для женщин, это считалось неприличным и даже был договор с Голливудом, что нежелательно было показывать курящих женщин в фильмах и в голливудском кино курить могли только женщины, которые по сюжету хреновые, то есть падшие. Причем наибольшие запреты на курение для женщин как раз были там, откуда табак пошел. Ведь известно, что табак пришел в Европу из Америки. Соответственно, в этой вот самой Америке его сильнее всего и запрещали. Вообще, Америка она только на бумаге, страна свободы. На самом деле это ужасно пуританская и религиозная страна, и все процессы по растлеванию населения и ошалавливанию баб в Америке происходят гораздо позже. Ну например, тот же самый нудизм в Европе был еще до Второй мировой войны. Ну например, в мотивационных фильмах Третьего рейха очень часто можно встретить голые тела, как женщин, так и мужчин, которые какие-то там типа обряды что ли совершают, ну и так далее. То есть в Европе культ тела был всегда, и сразу после Второй мировой войны стали очень популярны нудистские пляжи, например. То есть это было где-то в 50-е годы, в то время как до Америки массовый нудизм докатился, наверное, только где-то к концу 60-х, начало 70-х годов, и то в основном благодаря движению хиппи. Соответственно, в Пуританской Америке курящая баба считалась неприличной. Ситуацию немножко изменила Первая мировая война, когда женщины из-за нехватки мужчин пошли на заводы выполнять чисто мужскую работу, и заодно переняли чисто мужские привычки, то есть начали курить. Но это тоже считалось зазорным. Причем идея о том, что приличная женщина не должна курить, либо хотя бы не появляться в обществе с сигаретой, закоренилась настолько, что движение тогдашних феминисток, которые назывались суфражистки, то есть активистки движения за права женщин, использовали курение в качестве лозунга. То есть они демонстративно курили, что вкупе с их открытыми сандалями и короткими стрижками стало эдаким символом вызова обществу. Мы боремся за свои права, мы не хуже мужиков, и в качестве символа этой борьбы они использовали зажженную сигарету. Сигарету даже так и называли факел свободы, то есть torch of freedom. И где-то в начале 20-х годов 20-го века американские производители сигарет смекители, что можно нихуево так увеличить продажи сигарет, то есть получать больше дохода, и эта возможность всегда находилась перед самым носом, ее только нужно использовать. Прям такая вот золотая жила перед твоим носом. Заключалась эта возможность в том, что нужно сделать курение сигарет популярным среди женщин, поскольку женщины составляли больше половины населения, и всякие мировые войны этому только способствовали, потому что вот те самые угнетатели с пенисами как-то очень активно мерли на этих самых войнах. Соответственно, если заставить баб курить, то продажи сигарет увеличатся минимум вдвое. Но была проблема. Бабы упорно не хотели курить, потому что это считалось неприличным. Для преодоления этого барьера американская табачная компания наняла такого чувака, которого звали Эдвард Бернейс. Бернейс считается родоначальником пропаганды, особенно политической, но кроме того, в среде маркетинга он еще пришел к такой мысли, что спрос на товары можно создать. Это то, что очень активно эксплуатировал, например, Стив Джобс. То есть именно этим занимались гении маркетинга от Эппла при Стив Джобсе. Они создавали спрос, то есть заставляли потребителей думать, что им пиздец, как нужны какие-то сраные товары. Ну то есть вот то убогое говно, которое делает Эппл. Но Бернейс никак не мог всосать. Почему же женщины ни в какую не хотят курить? Почему это считается неприличным? Поскольку Бернейс был, разумеется, евреем, ну куда же без них. Но кроме того, что он был евреем, он еще и был двойным племянником Зигмунда Фрейда. А именно мать Бернея была родной сестрой Фрейда, а сестра отца Бернея вышла замуж за Зигмунда Фрейда. То есть он был такой двойной племянник Зигмунда Фрейда. Помимо Фрейда был еще такой психоаналитик Брил, который говорил о том, что у женщин есть естественное желание курить, а Фрейд еще заявлял, что курение является социальным табу, потому что сигарета ассоциируется с мужским пенисом. Ну с чем же, блять, еще Эдж Фрейд? Поэтому в следующий раз, когда тебе феминистки начнут говорить, что они курят, потому что таким образом заявляют о своих правах, ссы им в глаза. Они курят, потому что они хотят мужской пенис. То есть если вейпинг это сосание хуя робота, то курение сигарет это сосание мужского пениса. Именно в этом заключается табу. Именно поэтому это неприличным считалось. У меня один только вопрос, а почему это считалось неприличным только для женщин? То есть женщинам сосать хуй на публике это неприлично, а мужикам сосать хуй на публике это как бы нормально, что ли? Что-то я вообще не понимаю. Ну не суть. Вся дальнейшая рекламная кампания во всех странах, включая европейские страны, включая Америку и все-все-все остальные, имела своей целью как бы переопределить понятие курения женщин и оттолкнуть общество от мысли о том, что курение женщины и сигареты это все равно что публично хуй сосать, в сторону того, что курящая женщина это эмансипированная женщина, которая борется за свои права и делает все то же, что делают мужики. То есть курит. Компания эта все еще идет, и она потрясающе успешна, причем настолько успешна, что женщины составляют до 30, а то и до 40 процентов покупателей сигарет. То есть табачные компании добились своей цели, они удвоили продажи за счет удвоения количества потребителей, а потребители удвоились за счет женщин, которые начали курить. А начали женщины курить, потому что с помощью пропаганды была внедрена мысль, что в курении нет ничего зазорного, а наоборот это даже подчеркивает эмансипированность женщины. Ну дальше там еще были чисто технические всякие моменты, потому что курящая женщина выглядела как мартышка с гранатой, делала это абсолютно некрасиво и убого, и например компания Филипп Моррис даже организовывала бесплатные семинары по всей стране в женских клубах, где учила женщин красиво курить. Как я уже сказал, рекламная кампания по раскобелению женщин в плане курения идет до сих пор, один из последних ее всплесков пришелся например на 90-е годы, особенно в странах Восточной Европы, и даже появился новый тип сигарет, слимки, это вот эти тонкие как гвозди сигареты, ну не знаю там ВОГ и тому подобные, которые рассчитаны чисто на женщин. И якобы женская рука с такой сигаретой выглядит элегантно. Компания по снятию табу с курения продолжается, только сейчас она направлена на новые рынки. Ну например в Азии потихоньку увеличивается количество курящих женщин, а в Азии тоже действовали достаточно сильные социальные запреты на курение для женщин, это тоже считалось неприличным. Но сейчас благодаря усилиям рекламщиков, которые увеличивают доходы табачных компаний, ситуация меняется и количество женщин, которые начинают курить, все увеличивается и увеличивается, и начинают они курить все раньше и раньше, буквально там с 12 лет даже, и более того, сейчас курильщики растут за счет женщин, то есть количество курящих мужчин из года в год увеличивается, ну незначительно, там на несколько процентов, а количество курильщиков женщин за десятилетия, например, увеличивается в 2, а то и в 3, а то и в 4 раза. То есть как обычно, женщины все передовое принимают гораздо позже, если мужики сейчас уже потихоньку отказываются от курения, то есть старые курильщики умирают, а новых что-то особо как-то не появляется. Но зато среди женщин таких примеров масса. Были и другие фейлы. Если говорить о начале и середине 20 века, когда еще не было исследований о вреде курения, а я уже где-то рассказывал, кстати, что вредно именно курение, то есть дым, содержащий смолы и тому подобную херню, а не никотин как таковой. Соответственно, в рекламных кампаниях женщинам советовали заменить сладости сигаретой и заявляли о том, что курение сигарет может облегчить ряд чисто женских недугов, например, таких как женская истерия, то что сейчас называется недоебитом. Можно, конечно, поругать рекламщиков, но в принципе начало и вплоть до середины 20 века был периодом расцвета шарлатанства от науки. То есть благодаря научным открытиям в аптеках стали появляться препараты весьма странного назначения. То есть, например, в аптеках совершенно свободно продавался героин фирмы Bayer. Эта фирма до сих пор, кстати, существует. В аптеках продавалась кока-кола, в состав которой входили листья коки, отсюда название кока, а кока это то, из чего делают кокаин. Кроме того, можно было купить лекарства на базе радиоактивных элементов и даже продавались специальные такие девайсы, которые делали воду радиоактивной. И считалось, что употребление радиоактивной воды полезно и лечит заболевания. Соответственно, на фоне вот этого пиздеца заявление о том, что курить полезно, уже не выглядит настолько дикими. Но разговор сейчас не об этом, а о том, что раньше считалось, что сосать обычные сигареты, это все равно, что отсасывать мужской хер. Поэтому, если ты считаешь, что парить электронные сигареты, это все равно, что сосать хуй робота, у тебя сейчас появилась уникальная возможность, потому что вышла жижа, которая называется УЙ. Мы давно ждали этого момента, потому что сейчас мы живем в новом веке, и теперь уже стреляют не сигаретку, как раньше, а стреляют жижу. То есть подходят на улице и просят накапать в дрипку, либо заправить бак. Ну, будущее наступило. И в этом случае ты можешь совершенно спокойно сказать УЙ тебе! и дать вот эту вот жижу. Что касается вкусовых качеств. Это, разумеется, никакая не премка, это совершенно обычная жижа с табачным вкусом. Но любителям табачного вкуса, типа меня, нынче особо выбирать не приходится. Потому что, к сожалению, если еще лет 10 назад в вейпинг приходили те, кто хотел бросить курить, и им нужны были табачные вкусы, по крайней мере, на первых порах, чтобы слезть с сигарет, то в последние лет 5 в вейпинг приходят те люди, которые не курили никогда. И это даже одно время как-то дико выглядело. То есть начинать курить с электронных сигарет как-то было тупо. Но сейчас это норма вещей, то есть в вейпинг приходят те, которые и не собираются курить, и вот эти все заявления о том, что с вейпов переходят на обычные сигареты, точно так же, как с легких наркотиков переходят на тяжелые, это пиздец просто. С тем же успехом можно утверждать, что с пива переходят на более крепкий алкоголь, хотя на самом деле пивной алкоголизм в мире один из самых распространенных, и пивные алкоголики не переходят на более крепкие напитки. Но тем не менее, жижа Уй обладает редким нынче привкусом табака. Он такой сладковаткий. Вкус действительно похож на сигареты, ну по крайней мере на тот вкус сигарет, который я помню. То есть на вкус мужского пениса? Я сам-то не пробовал, просто я рядом стоял, когда другие пацаны хуй сосали, в смысле, курили сигареты, да. Ну неважно. В общем, если ты выпер со стажем, типа меня, то эта жижа, скорее всего, напомнит тебе по вкусу попытки воссоздать сигаретные запахи от китайцев, которые были вот в начале десятых годов. Больше всего она напоминает по вкусу китайскую попытку воссоздать вкус мальбора. Были такие. Но тем не менее, это достаточно приятный, ненавязчивый табачный вкус. Он подойдет на каждый день. То есть можно каждый день себе заправлять твой хуй робота и сосать. Прямо представляю себе такого размягшего робота-вертера. А-а-а-а-а. И если ты соскучился по табачным вкусам, то попробуй вот эту жижу. Если хочешь приобрести, ссылочку найдешь внизу. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.